Всем привет мои дорогие друзья и подписчики, а также гости моего кулинарного канала, где я делюсь проверенными рецептами вкусных блюд. В этом видео я хочу поделиться с вами рецептом приготовления таких вот красивых, а главное вкусных рулетиков из кумбрии с очень простой начинкой. Рецепт приготовления смотрите далее. Желаю вам приятного просмотра. Для этого рецепта необходимо заранее взять скумбрию и отделить филе от костей. Как это делать вы можете посмотреть видео, где я уже так делал. Ссылку увидите или здесь в углу или в описании под видео. Или пока отставляю в сторону и начинаю делать начинку. Для начинки мне понадобится головка репчатого лука массой 100 грамм. Ее я нарезаю мелким кубиком. Лук пока перекладываю в тарелку. Далее беру морковь массой 100 грамм и натираю на крупной терке ее. Натертую морковь перекладываю в тарелку с луком. Еще у меня есть болгарский перец. Он был у меня уже заранее нарезан и хранился в морозилке. Масса 100 грамм. Можете взять любого цвета, который вам нравится. Тут разницы нет. На плиту поставил сковороду. Наливаю сюда около 30 миллилитров оливкового масла и разогреваю его. В разогретую сковороду с маслом отправляю свои овощи. Обжариваю их около 8 минут на среднем огне. Прошло 8 минут. Овощи мои обжарились. Теперь я добавляю сюда 10 грамм зелени. Она у меня замороженная была заранее. У меня здесь укроп и петрушка смесь. Вы можете свою любимую добавить. Любую. Слегка присаливаю. Где-то так щепотку добавляю соли. И щепотку черного молотого перца. Все перемешиваю. И выключаю огонь. Все. Начинка готова. Перекладываю начинку в тарелку. Все. Пока отставляю в сторону. Так. Теперь перехожу к филе рыбы. Раскладываю ее на большой доске. Все филе сбрызгиваю лимонным соком. Сока я беру где-то от 1 четвертой лимона. Лимон придает некую кислинку. Плюс он еще расщепляет кости и убирает неприятный запах рыбы. Слегка присаливаю каждый кусочек, каждое филе рыбы. Также слегка присыпаю приправой для рыбы. Теперь мне нужно на филе выложить сыр. Я купил такие вот пластинки плавленого сыра. Получается одна пластинка пойдет на одно филе. У меня, правда, здесь 8 пластинок в 150 граммах общим весом. Я буду распределять на 6 штук. Сразу, не снимая пленку, я разрезаю эту пластинку пополам. Делаю это в пленке, потому что, когда я снимаю пленку и положу, например, сыр без пленки на доску, сыр моментально прилипнет, и мне потом будет трудно его отдирать от доски. Он порвется. А так, пленки я разрезаю и все. Есть у меня половинка сыра, которая мне нужна. Даже я пленку снимаю, он даже моментально плавится уже на пленке. В чем, конечно, минус этого сыра? Вы можете просто какой-нибудь купить сыр твердый, который плавится, натереть его там на мелкой терке и посыпать. В общем, раскладываю весь сыр таким образом на все филе скумбрии. Распределив сыр, теперь я буду выкладывать поверх сыра свои заранее обжаренные овощи. Примерно где-то столовая ложка будет уходить на одну рыбу. И начинать нужно с широкой стороны. Затем аккуратно сворачивать рулетик. Можно заранее сразу разложить по всем филе начинку, чтобы ничего не оставалось. Теперь все рулетики перекладываю в глубокую форму. У меня форма стеклянная. Я ее застилаю фольгой. Вообще, я всегда, когда рыбу запекаю или мясо, я использую фольгу. Слегка смазываю растительным маслом. И перекладываю все рулетики в форму. И теперь отправляю эти рулетики в духовку, разогретую до 180 градусов на 25 минут. По сечении времени я достаю из духовки уже готовые рулетики. Можно подождать, пока они слегка остынут. И затем подавать к столу. И вот я их уже переложил на тарелку. Смотрите сбоку, какие они получаются внутри красивые. Запах у них очень приятный, вызывающий аппетит. А на вкус, не передать словами, ну просто восхитительно. Теперь осталось и вам приготовить такие же рулетики. Когда вы их попробуете, вы влюбитесь в них первого кусочка. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Благодарю всех, кто посмотрел это видео до конца. Не забывайте под видео нажимать палец вверх. Если вы новенький и нравится контент моего канала, то обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые выходящие видео с рецептами новых блюд. Желаю вам всего доброго.